Здравствуйте, на канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня вопрос о Царстве Божьем, важный вопрос, центральный вопрос для христианина. «Искать Царствия Небесного и стремиться к счастью – это одно и то же». Если коротко, то да, это одно и то же. «Каждый человек стремится к счастью». Слово «счастье» на церковном языке звучит как «блаженство». Не случайно поэтому центральный момент на горной проповеди – это те самые знаменитые заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие. Но вопрос не случайно возник, наверное, у человека, потому что Господь говорит, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное». Это значит, что на пути к этому счастью, условно говоря, путь к этому счастью, лежит через несчастье. Блаженны плачущие, счастливы плачущие. И задумаемся над этим вопросом. Значит ли это, что если ты плачешь, ты в этот момент счастлив? Особенно, если ты плачешь от голода, от горя, от того, что кто-то погиб, умер, разрушились твои планы, мечты или что-то еще нехорошее с твоей точки зрения, ну и по ощущениям произошло. Счастлив ты ли в этот момент? Нет. Конечно, не счастлив. У тебя горе. Неужели Господь нас обманывает, говоря, что, например, блаженны плачущие или алчущие? Конечно, нет. Просто надо понимать, что Царство Небесное, Царство Божие, это синонимы, это то, к чему человек стремится в будущей жизни. Это не просто, при этом это не просто посмертная участь, потому что Царствие Божие, что такое Царствие Божие? Это Царство, в котором правит Бог. Вот Господь, придя на землю, начинал свою проповедь с того «покаетесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». А как правит Бог в Царстве Небесном? Бог правит в Царстве Небесном через своего помазанника, через Христа. И тогда это и есть истинная теократия или правление Бога, или Небесное Царство. Апостол Павел прямо говорит, основываясь на словах Христа, что некоторые из нас, живущих, застанут Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть второе пришествие Христова и установление Царствия Божие, оно застанет некоторых людей до того момента, как они умрут, до того, как их душа отделится от тела, до их смерти. Но, как мы видим, за 2000 лет люди рождались и умирали, и для большинства людей Царствие Божие отодвигалось за границу их смерти. При этом это не просто бессмертие души. И это тоже важный момент. Не все люди понимают, не все люди чувствуют, даже люди, ходящие в храм, последние слова текста символа веры – «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Главная надежда и главное упование христианской церкви не в том, что после смерти наша душа попадет в рай и будет там пребывать с Господом, а в том, что после Второго пришествия мы все воскреснем, «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». И на новом небе, и на новой земле Господь будет обитать в Царстве Правды, в Царстве Бога, в той самой теократии. И это будет счастье и блаженство. И поэтому искать Царствие Небесное и стремиться к счастью в этом Царстве – это одно и то же. Но если мы ищем Царствие Небесное и надеемся обязательно быть счастливыми в этой земной временной жизни, то это совсем не обязательно одно и то же. Я видел много людей счастливых в этой жизни, и сам себя считаю счастливым человеком. И Господь не посылал мне каких-то особо тяжелых скорбей, а те скорби, которые выпадают на долю любого человека, Он помогал мне своим присутствием в жизни переносить, может быть, и со слезами, и с горем, но с ощущением счастья и в момент этих самых испытаний, и уж точно после их окончания. Потому что я всегда ощущал его присутствие в своей жизни в самых тяжелых моментах. Поэтому не случайно есть еще одни замечательные знаковые слова Господа – «Царствие Божие внутри вас есть». Если вы сумеете положиться на волю Божию, принять Христа своим спасителем, чувствовать его присутствие, хотя это не то, что вы можете сами в себе возбудить, но просить о его присутствии в вашей жизни, чтобы это не было прелестью, когда мы что-то там такое ощущаем, и думаем, что мы обязательно ощущаем благодать и его присутствие в нашей жизни. Это важная такая оговорка. Но если Царствие Божие внутри вас есть, то никакие внешне трагичные, болезненные случаи, происходящие в вашей жизни, не смогут отвратить вас от Господа. И они являются, конечно, неполным счастьем здесь и сейчас, но они являются неким залогом Царствия Божия, которое Господь посылает в сердце верующих в Него людей, залогом того, что после смерти и после воскресения, какими бы грешными людьми мы ни были, если мы осознаем свое непотребство, каемся перед Богом, просим Его о прощении, только на Него одного и уповаем, понимая, что своими силами в Царствие Небесное, конечно, мы войти не можем, но Его всеспасающей благодатью мы окутываемся и в этой жизни, и, конечно, после нашей смерти в Его Царстве. И там нас ожидает бесконечное, неизреченное счастье, потому что, как говорит апостол Павел, который одним глазком, будучи восхищен до третьего неба, свидетельствует о том, что око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что уготовил Господь любящим Его. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.